распечатка я расскажу как каким образом восстановить на планшете зарядку вот если вы не можете разобраться в схеме или не можете найти схему в общем все по порядку значит вот такие у нас три посылочки пришли из китая сайта алиэкспресс вот ну эту оставим на закуску самое интересное то есть давайте начнем с этой это у нас стеклышко защитное то есть можно сказать вообще ничего интересного для айфона 6 заказывал себе вот стеклышко очень дорогое стоимостью 1 доллар да вот наши стеклышко но все как всегда стеклышко как стеклышко края закругленные защитная пленочка две салфеточки для чего они я уже устал рассказывать посмотрите видео как я клею стекло будет вам понятно вот и все то есть здесь ничего интересного нету стеклышко той стеклышко дальше дальше у нас это аккумулятор вот это вот уже более менее полезная такая посылочка это аккумулятор для я заказывал для регистратора но он может быть и в спортивных камерах разных то есть кому куда он влезет скажем так значит вот такой вот маленький аккумулятор только стоимость у него больше 6 долларов а из-за чего из-за того что он маленький у меня допустим в регистраторе стоит два раза меньше аккумулятора чем этот я купил посмотрел что он должен влезть туда то есть толку как бы от этого аккумулятора мало он регистратор от него не работает для чего он нужен он нужен всего лишь для выключения для выключения регистратора то есть когда пропало питание вы выключили зажигание пропало питание все что он делает он от этого аккумулятора выключается вот и все то есть как бы работать он от него не работает поэтому он там стоит и очень маленький так как видим 392 аккумулятор практически заряжен вот не будем испытывать судьбу тестить его как-то или что хотя можно было бы так ладно вот такой вот аккумулятор кому куда влезет стоимостью повторюсь больше 6 долларов то есть что очень дорого скажем так ну из-за своих компактных размеров как-то так ну и перейдем теперь до самого интересного значит это у нас плата заряда платки такие маленькие здесь их должно быть пять штук я их заказал уже больше десятка точно да вот их пять платок что как зачем сейчас расскажу постараюсь вложиться в несколько минут чтоб сильно не растягивать вот пять таких платок вот так она просто переламывается он совсем не просто вот вот таких пять платок значит для чего они нужны то есть скажем так применение каждый может найти ему и многое то есть что то есть что они делают то есть при подаче 5 вольт с любого зарядного устройства с любой мобилки 5 вольт вот он это контроллер заряда батареи литий-ионной 37 вольт то есть вот вы подпаиваетесь батарею здесь все написано батарея плюс батарея минус вот и и совуете суда зарядку то есть то есть ну как батарею батареи вы не напрямую подпаиваетесь вот смотрите наглядный образец как я уже сделал себе давно вот я купил вот такой вот одержатель для 18 650 аккумулятора и вот просто сзади термоклеем поместил эту платку вот стоит эта платка все припаял два проводочка к выводам теперь я аккумулятор суда в щелк щелкнул проводочек вот зарядки берете любой избежный проводок micro usb клац и все и заряжается у вас аккумулятор то есть эта плата контролирует она правильно заряжает литий-ионные аккумуляторы то есть достигает 42 вольта она автоматически прекращает заряжать то есть здесь имеется два светодиода красный и зеленый то есть когда а синий красный синий то есть когда идет заряд он горит красный когда заряд заканчивается загорается синий то есть о чем говорит что аккумулятор вас заряжен но в чем еще прикольная штука этих этих платок то есть очень часто приходят на ремонт планшеты что нет заряда не заряжается аккумулятор вот и начинаешь ковыряться начинаешь разбирать то есть хорошо что если это какой-то бренд и на него есть схемы то есть так конечно разобраться без проблем но очень часто приходят разные китайское фуфло которое не то что нет на него схем даже на самих микросхемах нет обозначений а вот а бывает если есть обозначение то они не дружат ни с гуглом не в китае не где-то этих иероглифов найти не можешь короче нет схемы и нихрена не понятно вот поймаю поэтому очень часто очень легче легче скажем так сделать поставить вот такую вот оплатку во внутрь планшета то есть вы спаиваете разъем разъем вам не нужен двумя проводочками плюс-минус подаете на кидаете на разъем который у вас в планшете стоит уже ну для того чтобы не делать дырки там какие-то и что-то еще то есть вы двумя проводочками вы подпаиваетесь к разъему к родному планшету ложите где угодно там эту плату и все и два проводочка припаиваете к батарее опять же там где припаиваться провода от батареи главное условие чтобы это батарея была 3 7 вольтовая вот потому что есть планшеты 7 и 4 там где две банки стоит последовательно вот то есть там где 3 7 вольт батарея то без проблем эта штука будет работать и все человек всовывает зарядку в родное гнездо планшета и пошел у вас заряд на батарею до бывает на некоторых планшетах не не правильно не показывать что идет заряд вот но скажем так четыре планшета из пекина которые я установил такую платку полностью адекватно работали как через из родной разъем то есть полностью они показывают что идет заряд адекватно показывает насколько разряжается насколько заряжен аккумулятор все адекватно работает то есть изменений практически никаких нет ну единственное что если вы ставите эту платку попробуйте чтобы чтобы у вас не грелось никаких родных элементов очень очень часто 10 10 конвертеры вот такие вот выходят из строя вот они греются в плате у вас планшета поэтому прежде чем устанавливать что-то вы проверьте чтоб там ничего по заряду у вас не грелось если она греется значит она вышла из строя спаять и его ну или короткая после этой детали где-то короче спаять и чтоб там ничего не грелось вот все равно она если греется она уже не работает и все и устанавливайте смело такую платку и вы восстанавливаете заряд практически любого планшета 3 7 вольтового с 3 7 вольтовым аккумулятором вот такой вот обзорчик то есть это можно как отдельно зарядное устройство так и интегрировать куда-то в планшет куда угодно вот где вам нужно заряжать литий-ионный аккумулятор то есть ток заряда 1 ампер вот вытягивает эта плата действительно она его выдает 1 ампер то есть у меня нету этого теста на канале но я про и проводил тест 1 ампер она даже больше 1 0 8 ампера эта плата спокойно выдает заряда поэтому то есть как бы достаточно для аккумулятора в любой емкости все вот такой вот был сегодня обзорчик значит ссылка на все эти товары будет под видео вот этот весь комплектик у нас пять штук стоит полтора доллара даже меньше чем полтора доллара то есть скажем так что вот эта одна платка стоит 30 центов всего лишь навсего вот все кому нужно такие платки вот кто что-то своими руками может припаять или кто-то что-то хочет восстановить пожалуйста заказывайте спасибо всем за просмотр кому было мое видео полезно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем хорошего настроения до встречи на моем канале